Итак, друзья, сейчас мы с вами создадим свой сайт, привяжем к нему домен, который мы зарегистрировали на сайте frinum.com. Переходим снова на беги.ру, нажимаем вход, вводим наш логин и пароль. От нашего хостинга. Итак, переходим во вкладочку домены, нажимаем вкладочку у меня уже есть домен и сюда вписываем наш домен, который мы с вами зарегистрировали. То есть, вот он. Давайте, можно вот так вот, domains, my domains. Вот. И, собственно говоря, копируем имя нашего домена до доменной зоны, то есть до точки. Вы можете выбрать доменную зону здесь tk, ml, cf, то есть любую, которую нам дает возможность этот сервис зарегистрировать бесплатно. То есть нам нужно скопировать наше доменное имя до точки, до доменной зоны. Итак, копируем его и вставляем сюда. И выбираем зону tk. Вот она. То есть, если вы выбрали ml или какую-то другую, вы просто сюда вписываете любую доменную зону. Все. Выбираем tk. Вот. НС сервера, которые нас просят указать. И, значит, здесь выбираем, ставим чекбокс создать новый сайт и направить домен на него. Все. Добавить домен. Домен добавлен. Теперь давайте вернемся на главную. Зайдем во вкладочку сайты. И вот наш домен. То есть, если мы на него нажмем. А сейчас пока ничего не будет. Вот. Как только наши DNS и наш хостинг провайдер свяжутся между собой, вы здесь увидите страничку, если перейдете на свой домен, увидите страничку хостинг провайдера Begit о том, что сайт был создан. А связь между сервисом Фрином, то есть, связь между вашим доменом и хостингом, она всегда по-разному. Где-то может потребоваться несколько минут, где-то вплоть до нескольких часов. То есть, тут всегда по-разному. Может все быстро получиться. Все. Вот видите. То есть, буквально несколько, пару минут. Все. Вот. Вот эта вот страничка. Это говорит о том, что наш домен и наш хостинг провайдер, они связались. И, собственно говоря, вот это уже наш сайт. Сайт.